Девушки отдыхают Девушки отдыхают Немножко был удивлен Тем, что люди покупают В Америке. Нет, понятное дело, что сейчас Зина мне каждый день шлет Разные страшные видео Из других штатов, где в крупных городах Люди в очередях стоят в Коско, ломятся Сносят все Я отлично понимаю Стоит какую-то Глупость один раз показать Где-то на американском телевидении, которое Общенациональное, и эта глупость Как вирус проникает в американский мозг И понеслось То есть стоило один раз только Показать очереди Бумага туалетная Бумага туалетная в Лос-Ажелесе И бутылка воды Блин, нам нужно срочно туалетной бумаги Купить И воды Вот вопрос Вот самый интересный вопрос У них здесь вода В общем-то говоря Ну не знаю, как в крупных городах Может быть там в крупных городах Другая ситуация Но у нас вода В принципе нормально течет из-под крана И Ну, если отбросить Московский снобизм Я тоже привык там Пятиуровневая система фильтрации Молекулярная Там, мембранная И так далее Нет, если вот снобизм отбросить Нормальная вода, которую может спокойно Из-под крана пить Нафига покупать бутылированную воду Я понимаю, что все привыкли Пить чистенькую водичку из бутылочек И так далее Но Зачем всю воду скупать? Это что, предмет такой необходимости На случай глобального зомби-апокалипсиса Вот это интересно Вчера в Уолмарте Я специально посмотрел Что было скуплено Скупили Супы Супы консервированные в металлических банках Скупили все Скупили замороженную пиццу Практически всю Скупили картошку свежую Лук Картошку фри Картошку фри замороженную Скупили тоже Это стратегический продукт для Америки И фарш Купили фарша Фарша осталось мало Вообще не было вчера Да То есть Такая скоропортящаяся штука фарш Зачем его скупать? Ну я понимаю, что Про запас-то Но есть только замораживать его Конечно, не знаю Ну да Идем дальше В отделе замороженных готовых блюд полуфабрикатов Которые Только нужно засунуть в микроволновку И там Их тоже скупили Типа замороженных худогов Замороженные шаурмы Вот это вот Там Поредели Магазинные полки Овощи Лук Лук скупили Не, ну помидоры вчера были в Умарке Немножко помидоры Помидоры Выбор помидоров был небольшой Скажем так Не пять видов, как обычно Один вид помидоров Огурцы были Немножко огурцы были, да Что еще? Овощи, фрукты тоже были Кстати говоря, общался Вот буквально сегодня утром Со своим другом-дальнобойщиком Который ездит на грузиках Он говорит, что Заказов у них навалом То есть у них сейчас Сверхурочная работа Водители грузовиков Которые занимаются поставками Для магазинов Перегружены сейчас работой В то время, пока сейчас Рушатся фондовые рынки И все это прочие там Акции вот этих вот Авиакомпаний, туристических Летят коту под хвост Те, кто занимаются грузоперевозками Кто занимается продуктами питания Кто торгует Они сейчас на бешеном подъеме Они сейчас продают все, что Все говно, которое у них раньше Лежало консервированное Все сейчас сметается Вот Просто на подъеме сейчас, ребят И сейчас специально Мы поехали в другой магазин Он называется Ауди Ауди, да Он относится к дешевым магазинам Но опять же, зависит от того В какой зоне ты покупаешь Есть Ауди, где ассортимент Ну так себе У нас здесь Ауди Находится в таком Обеспеченном райончике Выше среднего класса Выше среднего класса райончик, да Выше среднего класса Тут дома, которые в окрестах Стоят по 200-250 тысяч долларов Вот где этот магазин Да И я посмотрел на машинки Вот, которые здесь паркуются Здесь люди приезжают Такие достаточно Ну, если не могут Машинки-то и позвольте Одеты неприлично То есть, не котель-то Мексиканские нищеброды Или еще То есть, нормальные люди приезжают То есть, которые просто считают Свои деньги Которые отбросились на бизму И не тарятся, к примеру В холл-фуде Или в бекерс Кто считает деньги свои И здесь Ауди их прикармливают И вино французское есть Кстати говоря И испанское вино есть здесь И сыры есть И с плесенью И даже не один вид сыра А сортов 10 различных сыров с плесенью Это европейских сыр И они хорошего качества И прошута тебе И одна с салями Другая То есть, здесь народ подкармливают Так Ассортиментик делают соответствующий И на Новый год Сезонал здесь И на всякие праздники Здесь европейский шоколад Европейские разные вкусники Дают деликатесики такие Ну, как Limited time Для продажи То есть, специальное предложение Вот сейчас дядечка идет Одет как офисный клерк Из банка Очень прилично Прилично, кстати, одет Он сейчас сзади пройдет Сейчас такой Синенькой рубашечкой Такой Дядечка Чувствуется, что у него зарплата По внешнему виду Ну, долларов 40-50 в час, да? Да, он так хорошо одет По внешнему виду Можно сказать, что Парк стоит не 10 долларов Не 10 долларов, да А, долларов 80 Это минимум Ну, да То есть, дядечка одет Зарабатывает долларов 40 в час Прехал сюда тарис Сейчас мы пойдем внутрь И снимем то, что здесь происходит Ну, во-первых, покажу друзьям, родственникам Все же мне присылают Сейчас видео в Америке Капец, да Еды нету Мы не пересекаемся с ними По пищевой схеме Мы с женой разговаривали Замороженные овощи есть Там другие продукты Мы не едим, да Консервированные овощи Не едим в банках, да Невкусные Да Мы просто сейчас посмотрим Что здесь есть Из того, что Алкоголь вчера вообще Весь нетронутый стоял Представляете Обычно русский человек Если начинается Капец Что русские покупают? Соль Спички Мыло Бухло Водочку покупают Водка сейчас Вообще все стояло Даже никто Там прикол, что в Тексасе Еду не продают Только патроны все скупили А, да Новость из Тексаса Еда на полках есть Патроны скупили Все полностью Патроны скупили Сегодня мне друг как раз Как, сон в руку Присылает мне этот фото Жабу О том, что Нужно покупать не еду А нужно покупать патроны Потом и пригодится Для этого Да У кого будут патроны У того будет и гречка И соль и спички И вот как раз С Тексаса Скупили себе патроны Понимаю, ребята С Тексаса Разумный выбор Разумный выбор Покупать Вместо Мороженной пиццы Патронов калибра 7,62 И 5,45 И 40 Калибра Немножко прикупить У кого есть Почему нет Сейчас пойдем внутрь Посмотрим, что там происходит Да Ну вот, начнем снимать Ага Венцово дешевое Итальянское купили Скупили все Ладно Так Все, вообще не осталось Ничего не осталось Ладненько Все остальное Есть Шоколад Титул, понимаешь Пивасик Купить, что ли, пиво Кстати, да Куплю-ка я себе Пивасика Вот Булачок Так, что у нас тут Скупили все Хлеб я скупили Ага Понятно Булочки не взяли Никто Бананов нету Или есть Ага, есть бананы Что-то здесь было Грузите апельсины боськами Зинка, огурчиков купи Ну как тебе Возьми булочки Хлеб Не хлеб по-твоему Ну возьми этот хлеб Какой хлеб ты Это не хлеб разве Или что это Ты уж хотя бы кто-то Не Погнали Ты огурцы будешь брать Огурцы возьмешь Салатики вон лежат Так, у нас там что Сыр остался или не нужно Что Кого нету Кого нету Не расслышал Ну клади просто без пакетов Че ты Вот ты странный человек Ну нет пакетов Ну и что дальше Бери огурцы Вот американизируй Из пакетов Тебе значит Могурцы покупать не надо Помидорчики есть Авокадо Лучок А что я не вижу здесь Картофан что ли Разобрали Ага Картофан Ну да Так смотрю Бойко разбирает Картофан Еще есть картофан 2,99 Вот тут уже видно Что уже Недостаток Лежит у нас Что То что Американцы не покупают Красная рыбка Ага Свинина Непокупаемая Фарш Весь раскуплен И че у нас лежат еще Крылышки лежат Ну вот 8,43 То что Американцы не едят Мы Покупаем Потому что Мы это едим Да Как то вот так Еще Волмар заедем Ну вот посмотрим Что раскупили Бобы Что Горошка Нету Кукурузы Бобы Остались Ну Сходим Значит Волмар Там Купим Что Примечательно Это Американские Ановые тушинки Стоит Нетронутые Вапс Че Хорошо Они вообще Не догоняют Что нужно покупать Ты кажется Хотела хэм Купить Ну вот Он здесь Лежит Вот Тот Козырной Они его Скупили Вроде бы А это Такой На всякий случай Ну возьми Зачем ты столько Мог берешь Зин Ты же выезд Не будешь Ну ладно Хорошо Возьми Я думала Что мы будем есть Что мы будем есть Вот это мы есть Точно не будем Ажиотаж В разделе Чипсов Самый стратегический Пищевой продукт Для Америки Это чипсы И наверное Ну да Чипсы Раскупили Полностью Думаю Что Америка На чипсах Протянет долго Ну и все Что нужно Чтобы делать Буррито И так Вот здесь Вот эти вот Лепешки Аликторности Раскупили Капец Ну идиоты Просто идиоты С сырами Сегодня напряженка Моего любимого сорта Типа Рокфор С зеленой плесенью Нету Этого сыра Видимо Не завезли Да Ну придется Довольствоваться Вот такими сырами Сегодня С плесенью И вот таким Прошутом И куплю себе Еще вот Салями Вот Тот выбор Небольшой сегодня Всего 10 видов Поэтому Возьмем вот этот вид Теперь раздел Замороженных вещей Что купили Чикен попкорн Чикен бредс надец Граунд биф петтис Это как бы уже Заготовки замороженные Для гамбургеров То есть Вот такие вот Хреновины все Раскупили То есть То что американцы В состоянии Разогреть микроволновки И кое-как пожарить Это и было раскуплено А вот Цыплята Лежат Да Целая индейка лежит Рыба замороженная Вообще вся лежит Она нафиг здесь Никому не нужна Так Что здесь у нас Что несет на место Потейто пафсер Скупили Стейк фрайс Короче Вот Такой вот Все Полуфабрикаты Ну вот Пожалуйста Мороженое лучше Теперь подошли К воде Вот с водой Воду снимаю Да Воду раскупили всю То есть Видели Алкоголь весь на месте Не тронут За исключением Редких каких-то позиций Которые реально были козырные Типа Дешевого итальянского Французского вина А Воду смели всю То есть Ожидается Что В крайне воды не будет Примерно все было вот так Вот У нас сейчас где-то пол пятого То есть Если логично предположить Что Приехать На закупки В Любой магазин Утром Часов где-то В девять В десять То В принципе говоря В магазинах все есть Даже очередейное Внутрь не будет А вот уже ближе к четырем Будет проблема С Погрузкой И загрузкой Вот Но опять же У кого какая Пищевая схема То есть Я посмотрел Что берут американцы Мы с ними не пересекаемся Практически вообще По продуктам Мы с ними не пересекаемся И опять же Сейчас зайдем на Русскую заправочку Там пельмешки Замороженные Еще что-то такое Безотлагательно вкусное Вот Ну и еще Волмар заскочить Кое-что купить Для Заливной рыбы И для салатика Вот Сейчас будем Оливье делать И мимозу Вот Нужно кое-что Докупить Потому что не было Той морковки Которая мне нужна Для салатов Вот Ну вот Привязательно Вот такое Мои прогнозы Продлится Это безумие Наверное Неделю Максимум две Почему А все опирается В простой факт Емкость гаражей Американцев Холодильников И холодильник камер И Срока годности Продуктов Сейчас народ Весь Под воздействием Этой общей панике Затарится По полной Программе И все Полностью Заполнит У себя В квартирах Пройдет Неделя Учитывая Что Макдональдсы Все эти Такобыльные Продолжают Работать Народ Так и будет Ходить И покупать Все эти продукты То есть Где-то Через недельку Через другую Те товарищи Которые Под воздействием Общего безумия Забьют Все закрома Своей американской Родины Продуктами Придут К факту Что продукты Или надо есть Или надо выкидывать Или надо повторно Ехать И то же самое Покупать Потому что Логистика работает Никто не прекращал Поставки Контракты Все У Волмортов У Алги У всех магазинов Сетевых У Каска У Сэмсклаба Подписаны На год вперед И поставки Продолжаются В штатном режиме Нету проблем Там зомби Которые преграждают Интерстейт И грабят Караваны с едой Еда приходит Просто Возникла ситуация С повышенным спросом На определенные продукты Не более чем Я, например, не вижу Никаких очередей В магазинах Которые торгуют одеждой Строительными материалами Автомобществами Электроникой Нету Вообще тишина Там вообще никого нет сейчас В основном Сейчас все закупают еду Потому что Это всеобщая Вот такая паника Давайте еды закупим А вдруг завтра еда прекратится Ну вот Через две недели Народ очухается И Вот этот ажиотажный спрос Пойдет Вниз Даже если предположить Что устроят карантин Все будут сидеть По домам К примеру Даже в нашем зачуханном штате Где Вот как бы Ну нет такой активности Народ там Как бы не Топ Как в Нью-Йорке По улицам не ходят Вообще все люди ездят на машинах Социальная дистанцированность Здесь изначально было Вот То есть Даже если это предположить Все равно Продукты в магазинах Будут поставляться регулярно Нету никаких причин Что Прекрадятся поставки продуктов Вот В первую очередь Не выгодно Сетил магазин Так что Ну наверное Через нелечку Сниму повторное видео Со своими прогнозами Вот Вот я в Волмарке Который буквально через дорогу И Смотрю по сторонам Сейчас вам тоже покажу Отдел Овощей и фруктов Абсолютно Людей Ну люди есть Но Все как бы как есть Никакого ажиотажа Здесь не вижу Все навалом И отдел салатов Ну конечно Люди тарят совсем чем обычно Мороженая пицца И прочая вся Ерунда и говно А мы сейчас капусточки Прикупим Для Супчика Так Идем в отдел мяса Моего любимого Ну Налет на фарш Был совершен Фарша нету А Должны купить фаршка Кефтельки Мне жена сделает Немножечко Купим Что-то у нас вот есть Он Неплохой фарш Самое главное Взять Баранинку Вот баранинку То здесь навалом Бери не хочу Должны купить фаршка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я в разделе срательной бумаги Ее здесь нету Просто То есть Такое ощущение Что Америка Обосралась В прямом смысле слова Смотрите реально Вот Все вещи есть Срательной бумаги Нету И Освежителей воздуха Тоже нет Но это понятно Логический вывод Что если Использовать бумагу По назначению Потом Было бы неплохо Использовать еще И освежитель воздуха Салфеток тоже нету Ну Вот Как-то так Тут стояли Консервированные супы И Консервы Ну наподобие Скажем так Ветчины что ли Все раскупили Ничего Вашеньки не осталось Ну конечно Что-то осталось Но не в тех количествах Что Был бы выбор Ну вот этот другой Волмат Он находится в Гретне За пределами города Здесь Относительно Еще есть Продукты 14 часов Дня Вот Особого ажиотажа Здесь не вижу Так что По своим Наблюдениям Могу сказать Ну да Какой-то товар Уже раскупили Но Все упирается В Всеобщее безумие И панику Которую поднимают Местное телевидение Накручивая ситуацию Вот Да конечно Тут Какие-то сугубо Меликанские вещи Типа Картошки фри Уже раскупили Но не до конца Еще что-то есть Но Кому реально Нужны продукты Может приехать с утра И купить Спокойненько Без всяких проблем Овощи все есть И мясо То есть В принципе говоря Никакой катастрофы Я не вижу В качестве Заманухи По поводу Следующего видео Которое Планирую снять Я хочу Рассказать Пару слов Об одном Проекте Который мы С женой Сделали Пару лет назад Это вот такая Детская Иллюстрированная Книжка Сказка Проект полностью Был сделан Нашими руками Об этом Будет снято Специальное видео Как вообще Происходит Создание книжки Как вообще Все это Поэтапно Происходит И какой будет У вас результат Если попытаетесь Это сделать В США Вот Будет целый Отдельно снятый Ролик Мы нашли Художника Саму историю Написала Зина Я помог С небольшими Коррекциями С переводом Нашел человека Который потом Сделал финальный Литературный перевод Короче Это отдельная Тема Для видео Но тем не менее Книжка Вот такая вот Есть Я в конце Видео И описание Приведу Ссылку На Эту книжку Мы выложили На ebay На amazon Поэтому еще До этого видео Вы можете Посмотреть Что это вообще За книжка Там А в следующем Виде уже Подробно расскажу Как происходит Процесс Создание Книжки Своими руками От и до И я думаю Это будет Очень интересное Видео Вот Вот Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров